Вот так выглядит бумажный чертёж довольно простой детали под названием стойка. Мы видим здесь вид спереди, вид сверху и изометрическую проекцию. Необходимые размеры здесь указаны, поверхность какой должна быть указаны, значки соответствующие. И вот на любом заводе любой более-менее толковый слесарь сможет сделать такую деталь. Но эту же деталь, а даже более сложную, можно сделать на компьютере в виде компьютерной модели. Вот, например, так выглядит компьютерная модель довольно сложной детали. Поэтому с некоторых пор, с конца прошлого столетия, начали уже выполнять некоторые детали не с помощью бумажных чертежей, а с помощью компьютерных моделей. Вот, например, самолёт «Боинг» американские конструкторы выполнили без единого бумажного чертежа. Без единого. Только с помощью компьютерных моделей. И вот этот салон они спроектировали с помощью компьютерных моделей. И вот эту кабину пилота тоже с помощью компьютерной модели. А вот интересно, использовали или нет компьютерные модели конструкторы вот этого трактора К-700? Или полностью был сделан с помощью бумажных чертежей? Но можно представить, сколько потребовалось бумажных чертежей. Или вот этот комбайн сделали с помощью бумажных чертежей? Или с помощью компьютерных моделей? Почему-то мне кажется, что сделали его с помощью бумажных чертежей. И вот этот крас-зерновоз тоже вряд ли сделали с помощью компьютерных моделей. Но, если я ошибаюсь, пусть напишут конструкторы, сколько они использовали компьютерных моделей и как они выглядят. Вот, например, дождевальная машина «Фрегат». Тут потребовалось тоже не один десяток чертежей. А может быть, этот «Фрегат» тоже сделали с помощью компьютерных моделей? Почему-то я сомневаюсь сильно. Вот АМАК-систему, которая мною предложена, можно сделать исключительно только с помощью компьютерных моделей. Часть из них я уже сделал. Они уже есть, эти модели компьютерные. Так что, в принципе, можно было уже изготовить АМАК-систему. Вот этот АМАК – автоматизированный мостовой агротехнический комплекс. Его можно сделать без единого бумажного чертежа. Только с помощью компьютерных моделей. Как это сделать? И как выглядят эти компьютерные модели для АМАК-системы? Это уже отдельный разговор. Отдельный ролик. А я на этом заканчиваю. Спасибо за внимание. Продолжение следует...